Как не бояться мобилизации? А почему-то и как не бояться? Если ты мобилизацией перестанешь бояться, так ты вообще всего перестанешь бояться. Ты практически чувствовать перестанешь, ощущать, потому что у тебя атрофируются вообще органы чувств. И что ты будешь делать? Будешь ходить и стукаться везде. Всякие будут болячки у тебя. Как без бояться? Бояться. Вот ты боишься мобилизации. Вот и трясись, боись. Соответственно, если ты, например, не собираешься убивать никого, так выбрал в жизни, правильно? То твой страх тебе говорит, не езди в метро, например. А ты такой бесстрашный, идешь в метро, у тебя хлоп и на войну. А ты убивать не хочешь никого, например. Правильно? Ну, нет такого желания. Есть принципы, у тебя какие-то, может быть, религии не позволяют. Поэтому, вот, твой страх тебе говорит, что тебе делать-то. Как-то так. Бойся, наоборот, бойся. Прислушивайся тебе, твой организм подскажет, как тебе правильно себя вести. Чувства твои союзники, твой страх, твой союзник. Что-то ты не хочешь бояться. Другое дело, когда, например, ты не боишься флига, владеешь искусством боя или какими-то там единоборствами. Ты же знаешь, как себя вести, как защищаться, как наносить удары. И тебе тоже страшно перестает быть. Я занимался, когда в детстве не боялся драки, пока занимался. Потом перестал, через месяц страх вернулся. Буквально месяц, да, без тренировок и страх возвращается. Без тренировок, без парингов. Я не служил. Служить брат, прислуживаться тошно. Знаете, есть такое выражение? Мы на службе у добра, на службе у сил света. Вот там им мы и служим. Да, вот такие. Такая игра. Называется прятки. А в школу, когда тебя гребли. То же самое.